Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ. Меня зовут Алекс Кокос и это пасхалки Five Nights at Freddy's 3. Поехали! Очень популярная пасхалка. На плакате с левой стороны офиса есть плакат Фредди и при нажатии на его нос издается звук гудка, как в первой и во второй частях игры. В офисе в коробке лежит бумажный приятель из второй части игры. Также с левой стороны появляется бумажная подделка Спрингтрапа, а с правой Фредди, также из второй части игры. Шанс появления подделок очень мал, он почти равен нулю. В офисе между столом и коробкой есть пространство, заполненное плитками. На них можно нажимать, но только в четвертую ночь. При введении правильного кода активируется мини-игра. В игре есть плакаты, которые меняются. На камере 2 вместо Фредди иногда появляется Спрингтрап. Такое же происходит и на камере 10. Шанс появления этих плакатов очень мал. На камере 4 слева есть плакат с танцующим Бонни, который иногда может замениться на золотой или обычный кекс. После выхода Five Nights at Freddy's 3 фанаты нашли несколько файлов. Некоторые являются секретными загрузочными экранами, а следующие это неиспользованный контент. Во второй части игры была такая галлюцинация Тень Бонни. И она есть в третьей части, но появляется только на столе в пятую ночь. При нажатии на тень активируется мини-игра. После прохождения шестой ночи вам дается газета о том, что аттракцион загорел. Если осветлить изображение на газетной вырезке, то на заднем плане можно увидеть голову Спрингтрапа. В третьей части игры телефонный парень упоминал о секретных комнатах. Он также говорил, что эти комнаты не отображаются на камерах и есть в пиццериях старого образца, то есть в пиццериях Freddy Fazbear's Pizza. Также секретная комната присутствует в мини-играх в третьей части. Телефонный парень начинает упоминать об этой комнате в первой ночи. Но знаешь, как я и сказал, мы сейчас пытаемся отследить важную зацепку. Один парень, помогавший проектировать одно из зданий, сказал, что там было что-то вроде дополнительной комнаты. Её запечатали или что-то в этом роде. Так что мы собираемся взглянуть на неё и попробуем что-нибудь найти. То есть Freddy Fazbear's Pizza пытаются найти секретную комнату. Вот почему в первой части нет Спрингтрапа. На второй ночи телефонный парень нашёл её, а также кассеты и Спрингтрапа. Привет, у меня для тебя шикарные новости. Во-первых, мы нашли винтажные кассеты с тренингами. Чувак, они просто доисторические. Я думаю, их использовали типа для тренировки персонала или что-то типа того. И я подумал, что можно проигрывать их через динамики по всему аттракциону. Чувак, тогда у нас всё будет прямо как настоящее. Но у меня есть ещё один сюрприз для тебя. Ты просто не поверишь. Мы нашли одного, настоящего. Эм, надо бежать. Но слушай, он где-то там, внутри. Уверен, ты его увидишь. Я тебя оставлю наедине с этими кассетами. Ещё поболтаем. В старых кассетах на третьей ночи рассказывается о пользовании костюмами. На случай поломки пружинного механизма есть такой пункт. В экстренном случае проследуйте к обозначенной безопасной комнате. Каждое заведение построено с одной дополнительной комнатой. Она не отображается на цифровой карте систем безопасности и недоступна для аниматроников. Комната скрыта от посетителей. Невидимо для аниматроников и её нет на камерах. На пятую ночь телефонный парень говорит о правилах и об использовании секретной комнаты. Привет-привет. Это просто напоминание о нашей политике, касающейся безопасной комнаты. Комната предназначена для оборудования или другой собственности, не используемой в данный момент, а также как запасная комната безопасности для сотрудников. Это не комната для перерывов. Она не должна считаться местом, где сотрудники могут прятаться или собираться. И ни в коем случае в эту комнату нельзя приводить посетителей. И на шестую ночь телефонный парень говорит, что все секретные комнаты будут закрыты. Привет-привет. Это уведомление для всех сотрудников о том, что в связи с трудностями с бюджетом, все безопасные комнаты, о которых мы говорили, будут запечатаны в большинстве заведений, включая и это. Сегодня сюда прибудут рабочие и займутся возведением ложной стены на месте бывшей двери. Мы ничего не доставали из этих комнат заранее, так что если вы оставили что-то внутри, то это ваша проблема. Администрация также просит не говорить об этих комнатах своей семье, друзьям или страховому агенту. В левой части офиса с очень маленьким шансом, где-то 0,5-2%, может появиться фантом Золотого Фрейди. Он не даст вам перезапустить сломанные системы и иногда крашит игру. В пятую ночь шанс появления 0,5-2%, в шестую ночь 10-20%. Очень редко на столе в офисе может появиться кекс, тот же, что стоял на столе в первой части игры. Шанс его появления почти равен нулю. На этом всё. Может быть продолжение следует. На второй ночи телефонный парень нашёл её, а также кассеты из Спрингтрапа. Привет, у меня для тебя шикарные новости. Во-первых, мы нашли винтажные кассеты с тренингами. Чувак, они просто доисторические. Я думаю, их использовали типа для тренировки персонала или что-то типа того. И я подумал, что можно проигрывать их через динамики по всему аттракциону. Чувак, тогда у нас всё будет прямо как настоящее. Но у меня есть ещё один сюрприз для тебя. Ты просто не поверишь, мы нашли одного, настоящего. Эм, надо бежать. Но слушай, он где-то там, внутри. Уверен, ты его увидишь. Я тебя оставлю наедине с этими кассетами. Ещё поболтаем. В старых кассетах на третьей ночи рассказывается о пользовании костюмами. На случай поломки пружинного механизма есть не можно увидеть голову Спрингтрапа. В третьей части игры телефонный парень упоминал о секретных комнатах. Он также говорил, что эти комнаты не отображаются на камерах и есть в пиццериях старого образца. То есть в пиццериях Фредди Фазберс Пицца. Также секретная комната присутствует в мини-играх в третьей части. Телефонный парень начинает упоминать об этой комнате в первой ночи. Но знаешь, как я и сказал, мы сейчас пытаемся отследить важную зацепку. Один парень, помогавший проектировать одно из зданий, сказал, что там было что-то вроде дополнительной комнаты. Её запечатали или что-то в этом роде. Так что мы собираемся взглянуть на неё и попробуем что-нибудь найти. То есть в Фредди Фазберс Пицца пытаются найти секретную комнату. Вот почему в первой части нет Спрингтрап такой пункт. В экстренном случае проследуйте к обозначенной безопасной комнате. Каждое заведение построено с одной дополнительной комнатой. Она не отображается на цифровой карте систем безопасности и недоступна для аниматроников. Комната скрыта от посетителей. Невидимо для аниматроников и её нет на камерах. На пятую ночь телефонный парень говорит о правилах и об использовании секретной комнаты. Привет-привет. Это просто напоминание о нашей политике, касающейся безопасной комнаты. Комната предназначена для оборудования или другой собственности, не используемой в данный момент, а также как запасная комната безопасности для сотрудников. Это не комната для перерывов. Она не должна считаться местом, где сотрудники могут прятаться или собираться. И ни в коем случае в эту комнату не имеются. На камере 2 вместо Фредди иногда появляется Спрингтрап. Такое же происходит и на камере 10. Шанс появления этих плакатов очень мал. На камере 4 слева есть плакат с танцующим Бонни, который иногда может замениться на золотой или обычный кекс. После выхода Five Nights at Freddy's 3 фанаты нашли несколько файлов. Некоторые являются секретными загрузочными экранами, а следующие это неиспользованный контент. Во второй части игры была такая галлюцинация Тень Бонни. И она есть в третьей части, но появляется только на столе в пятую ночь. При нажатии на тень активируется мини-игра. После прохождения шестой ночи вам дается газета о том, что аттракцион загорел. Если осветлить изображение на газетной вырезке, то на заднем плане... Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ. Меня зовут Алекс Кокос и это пасхалки Five Nights at Freddy's 3. Поехали! Очень популярная пасхалка. На плакате с левой стороны офиса есть плакат Фредди, и при нажатии на его нос издается звук гудка, как в первой и во второй частях игры. В офисе в коробке лежит бумажный приятель из второй части игры. Также с левой стороны появляется бумажная подделка Спрингтрапа, а с правой Фредди, также из второй части игры. Шанс появления подделок очень мал, он почти равен нулю. В офисе между столом и коробкой есть пространство, заполненное плитками. На них можно нажимать, но только в четвертую ночь. При введении правильного кода активируется мини-игра. В игре есть плакаты, которые меняют...